Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео я хочу поговорить про еще один интересный дебют, в данном случае это будет защита двух коней, а если говорить более конкретно, то атака жареная печени, да, то есть такое интересное название есть у одного из вариантов, на английском языке он называется как раз таки fried liver attack. И данный дебютный вариант в принципе считается для черных очень рискованным, обычно они сюда не идут, но тем не менее белые тоже конечно же рискуют, потому что в этом варианте они жертвуют фигуру. Ну что ж, обо всем по порядку, то есть вначале поговорим про то, как это все дело получается, а получается оно после e4, e5, конь f3, конь c6, конь c4, конь f6, в данной позиции белые могут играть более спокойно, там типа d3, там конь c3, вот, но очень агрессивный ход есть. Конь g5, вот, и в данной позиции после d5 и ed, конечно же у черных главный ход это все-таки конь a5, после него возникают самые интересные осложнения, и по сути это основная теория в варианте конь g5 в защите двух коней, ну и далее примерно вариант такой, это слон b5 шаг, c6, dc, bc, то есть черные пожертвовали пешку, но с другой стороны за эту пешку у них есть определенная компенсация. Ну и тут по-разному играют белые, то есть слон d3 есть ход, слон на d2 тоже может уйти, также ферзь f3, это три основных хода, вот, ну и там отдельная своя теория, не будем даваться подробностей, могу сказать так, что позиция довольно острая и конкретная. Ну и в ряде вариантов здесь белые могут остаться с лишней пешкой и черные при этом не получат компенсацию, но если черные играют довольно точно, то у них все-таки инициатива определенная за пешку возникнет. Тем не менее, кроме хода коня 5, есть и другой вариант, который очень логичный, это конь d5. На самом деле после хода конь d5 белые не обязаны, скажем так, лезть в осложнение, есть разные ходы, ну в частности есть ход d4, довольно интересный, там правда тоже при случае белые готовы пожертвовать материал, хотя уже не такой большой, то есть d4 это жертва пешки в данный момент. Но самое, пожалуй, интересное, это конечно же именно конь f7, как раз таки после хода конь f7 возникает та самая атака жареной печени, то есть атака фрайт ливер. Вот, и здесь несколько ходов сделаю довольно быстро, они единственные как за белых, так и за черных, то есть король f7, ферзи f3, король e6, эти ходы обязательно надо делать и тем, и другим. Конь c3 тоже за белых, конечно же, сильнейшая, теперь подвисает конь на поле d5, отдавать его черным, конечно же, нельзя, иначе они останутся и без материала, и в плохой позиции. И вот есть два хода, это конь b4, либо конь e7, здесь именно конь b4 нужно играть черным, конь e7 на самом деле ход очень опасный, хочу показать вкратце, как здесь действовать белым, то есть тут тоже теория не самая очевидная, но тем не менее при активной и, скажем так, самой жесткой игре со стороны белых, у них действительно инициатива очень сильная, сейчас покажу конкретно, почему здесь, в общем-то, у черных проблемы. Так вот, в этой позиции d4, самая жесткая за белых, идея такая, что они даже не уходят в короткую рокировку, а стремятся уйти именно в длинную. Ну что ж, ed вроде как играть нужно, тогда слон f4, то есть мы отдаем еще и второго коня, черные его смело забирают, но дело в том, что после длинной рокировки угрожает и ход ладья h на e1, и ход слон на d5, допустим, cb здесь можно сыграть как король b1, так и король b2, допустим, даже смело король b2, то есть дело в том, что здесь белый король расположен довольно неплохо, у черных нет никаких шахов. Допустим, c6, далее играем ладья e1, и в этой позиции у черных огромная проблема, объективно, честно говоря, черные здесь просто проигрывают, то есть, например, если уйти король f7, то самое простое сыграть слон c7 на любой уход черного короля, либо на любое перекрытие, там, допустим, на слон f5, просто съедаем ферзя, то есть у белых материальный перевес, и, конечно же, продолжается атака, у черных по-прежнему очень слабый король. То есть здесь белые побеждают, ну и также не побеждают в случае другого отхода короля в данной позиции, это ход король d7. То есть здесь мы видим типичную ситуацию, когда все фигуры участвуют в атаке, такой принцип при атаке очень любил Михаил Таль, который как раз-таки славился тем, что мог отдать пару фигур, но зато все остальные его фигуры очень резко выскакивали на короля соперника, ну и тут следует уже, в принципе, не такая сложная жертва, это ход d5. Ну и идея в том, что на любое взятие черные получают мат, допустим, конь d5, это ферзь h3, мат в один ход, как ни странно. Если сыграть не конь d5, а cd, тогда мат получится в два хода, то есть в начале слон b5. Очень важно взять под контроль поле c6, и когда на c6 становится конь, теперь уже мы играем ферзь h3, и это тоже будет мат. И остается, получается, всего один вариант за черных, где они не получают мат сразу, это уход короля на поле e8, ну здесь объективно даже ладья d8 простой ход дает белым очень большой перевес, ну еще точнее сыграть ферзь h5, это самое жесткое, вынуждаем ход g6, и только затем ладья d8, король d8 и ферзь e5. Такой вариант еще сильнее, поскольку в этой позиции ладья на h8, по сути, просто падает, нет защиты от хода ферзь h8, ну и также, конечно же, у белых продолжается атака на черного короля, то есть позиция черных рассыпалась очень и очень быстро. Опять же-таки, где-то игру черных можно было, по сути, усилить, да, но тем не менее, все равно, объективно, конь c7 при сильнейшей игре белых, для черных крайне рискованно, и, допустим, движок этот вариант очень не одобряет, и вот после точного хода d4 с дальнейшим планом уйти в лейную рокировку, здесь уже движок дает довольно приличный перевес белым. Именно поэтому в современной теории ход конь c7 практически уже забракован, и конь b4 сейчас играют все именно так. Ну и вот данные позиции ферзь d4, тот ход, который избрали белые, он тоже не самый актуальный по теории, все-таки партии уже 40 лет ровно, да, она была сыграна в 1970 году, вот тогда, возможно, теория была немножко другой, сейчас же главным ходом является слом b3, то есть полезный ход, теперь мы удерживаем пешку на c2 сломом, а не ферзем, ну и в дальнейшем готовим ход d4, ну, допустим, пока c6, черным нужно коня укрепить, иначе он просто потеряется, ну и далее a3, конь a6, и здесь есть вариант такой, как конь d5, cd и d4, то есть белые все-таки вскрывают позицию короля, который находится в центре, ну и плюс конь на поле a6, конечно, расположен, у черных неудачно, то есть на самом деле у белых шикарная компенсация за отданную фигуру, вот, то есть именно так в современной теории и нужно играть, по современной теории вернее, но белые сыграли, в принципе, тоже идейно, то есть ферзь e4, укрепили пока пешку на поле c2, и в дальнейшем тоже готовят план с ходом d4, тем не менее d4 нужно провести не в той редакции, как сыграли белые, то есть не сыграли после c6 d4 сразу, вот, гораздо более точным порядком ходов является включение ходов a3 и коня 6, то есть а3, коня 6, то есть отгоняем коня на неудачное поле, на край доски, это известно, да, что конь на край доски стоит плохо, и лишь затем играем d4, очень важно, что здесь конь на a6 стоит у черных не сильно хорошо, то есть, допустим, конь идет на поле c7, но тогда f4, то есть тот же план, что реализовали белые в партии, возможен и здесь, но только тут он будет уже гораздо более выгоден для белых редакции, и опять же таки у белых хорошая компенсация за отданную фигуру, партии всего этого не было, и белые вместо хода, в данном случае d4, сыграли, а3, сыграли d4 сразу, как раз таки, да, d4 последовало сразу, но вот почему d4 не так точно, дело все в том, что здесь черные могут скинуть пару пешек, но при этом убежать королем на безопасное поле и поменять при этом еще и пару фигур, то есть очень точный будет ход король d7, то есть защищаться тоже бывает важно, да, особенно в позиции, где у соперника инициатива за материал, то есть у нас лишний материал, если мы говорим о стороне черных, но у соперника, то есть у белых, есть атака, ну и здесь, конечно же, главный принцип защиты, один из главных, по крайней мере, так точно, это размен фигур, то есть чем больше атакующих фигур поменяют черные, тем будет проще. Ну и после dE начинаются массовые размены, то есть конь c3, bc, еще и конь d5. Такой вот ход делают черные, то есть отдают еще и вторую пешку, плюс ко всему еще и с шахом, но дело в том, что после хода король d8, хотя формально у нас материальное равенство, то есть 3 пешки белых за слона, но при этом у белых очень слабая структура на ферзьевом фланге, сдвоенные пешки по линии c, размен ферзей, естественно, черных полностью устраивает, потому что в эндшпиле, конечно же, здесь у черных будет перевес, то что фигура гораздо сильнее, чем 3 пешки именно в подобных позициях, ну и опять же таки учитывая тот факт, что у белых остался один ферзь в атаке, то мат он, конечно же, не поставит, поэтому черные в атаке отбились, и при этом, конечно же, у них получилось преимущество. В партии всего этого не было, после d4 черные сыграли ферзь d6, ну а ферзь d6 как раз таки не точность, поскольку белые могут провести идею f4, только очень важно снова делать тот же самый ход, это a3, все-таки прогнать коня на a6 и лишь затем f4, то есть f4, ну и далее съедаем пешку на поле e5, вот, и, соответственно, получаем очень серьезную инициативу. В партии последовал ход f4 сразу, но и проблема этого хода состоит в том, что здесь у черных появляется время на уход короля, допустим, на поле f7 и после e в e ферзь g6, то есть, в принципе, это не такие уж сложные ходы для белых, и теперь получается, что взятие на d5 ничего не дает, вот, размет ферзи, естественно, на руку черным, король черных стремится в вариантах на поле e8 или на поле g8, там нужно по ситуации уже смотреть, и, в общем-то, здесь все-таки отбивается от атаки черный как раз таки, при этом оставаясь с лишней фигурой. Вот, то есть нужно было убежать королем, то есть король f7 несколько раз подряд могли сделать черный, но в итоге так они сыграли король f7 и получили мат просто. Давайте посмотрим, как это было, последовало b5, слон b3, опять же таки, здесь вот тоже очень важный промежуток был в начале сыграть fe, прогнать ферзя, чтобы не было хода fg6, и после ферзи 7 сыграть слон b3 именно в данной ситуации, но белые, видимо, посчитали, что ход fe никуда не убежит, и сыграли слон b3, опять же таки, у черных все та же идея была, это король f7 уже в данной ситуации, и после fe fg6 с идеей поменять ферзей, размет ферзей, опять же таки, повторюсь, здесь, конечно же, на руку черным, вот, но черный шикарец, шаблон на слон e7, но после хода слон e7 здесь выясняется, что уже атака белых, по сути, очень сильная, и у черных огромные проблемы, то есть последовало fe, теперь ферзи 6 хода нет, приходится идти ферзером назад, ферзь d8, ну и просто короткая рокировка, то есть, во-первых, король уходит из центра, во-вторых, ладья занимает открытую линию f, и контролирует как раз таки важные поля, такие как f7, f5, вот, и теперь у черных действительно дела довольно плохи, ну, меньшим из зол был вариант король d7, после король d7, в общем-то, белые не ставили мат сразу, по крайней мере, но побеждали, должны были, вернее, побеждать, поскольку получали лишний материал, то есть, примерный вариант такой, это a3, то есть, все-таки белым нужно данный ход делать, прогонять коня с b4, и убирать защиту с поля, в данном случае, d5, ну и после коня 6, сильнее всего сыграть не конь d5, а именно слон d5, ну и затем после cd, ферзь d5, на любой ход короля, на e8, либо на c7, неважно, здесь мы играем перзя 8, то есть, все равно получаем довольно большой материальный перевес, и позиционный перевес тоже на стороне белых, то есть, опять же, черные сразу мат не получили, но тоже их позиция, мягко говоря, не самая приятная, то есть, объективная позиция близкая к прогону, это же можно сказать и так. Ну, а в партии все закончилось еще быстрее, то есть, после хода короткая рокировка, здесь черные не поняли, что у белых уже создана серьезная угроза, а именно угроза мата в один ход, собрали стон b7, то есть, сделали такой вот шаблонный ход, угребляющий коня на поле d5, но при этом допускающий мат в один ход, опять же, такие, то есть, ферзь g4, так как это интересная короткая партия, всего в 15 годов белые поставили мат. Поэтому, если мы говорим, опять же, таки, про атаку fried liver, про атаку жареной печени, по-русски, то есть, про вариант с ходом, соответственно, на конь g5, d5, е, d и конь d5, вот после хода конь d5, и хода белых коней в 7, возникает как раз таки атака fried liver, можно сказать, что действительно, вариант для черных очень рискованный, то есть, здесь, в общем-то, крайне легко ошибиться, да, конечно же, белые без фигуры, только к мне рискует больше именно черные, потому что их король здесь вечно пребывает под давлением, и, соответственно, играть такую позицию крайне неприятно, в общем-то, можно проиграть ее в один ход. Ну, и также еще добавлю, что после хода конь c3, все-таки черным нужно играть конем именно на поле b4, потому что после хода конь e7 и точных ходов белых, таких как d4, затем слон f4, и затем длинная рокировка, здесь позиция черных просто рассыпается, и на самом деле они теряют массу материала, или даже просто получают мат, что вполне реально. Ну, что ж, такие вот интересные его стреления возникают в fried liver attack, надеюсь, что вам это все понравилось, возможно, в будущем тоже покажу еще какие-то партии в данной дебютной системе, потому что она действительно очень активная, очень динамичная, конечно же, здесь много всего интересного происходит, поэтому, в общем-то, такие партии смотреть, это одно удовольствие. Ну, что ж, всем спасибо тогда за просмотр, и до встречи в новых обзорах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!